Всем доброго времени суток. Как-то раз я делал кратенький такой мини-обзорчик на игру Спектромансер. Это у нас была игрушка из жанра коллекционная карточная игра. В простонародье кокаин. Причем сделана она была нашими соотечественниками. В комментариях упомянули другую игру от тех же людей, Владыки Астрала. Я в нее раньше никогда не играл. Ну вот и на медние руки у меня до нее, так сказать, дотянулись. И я решил заделать небольшой видос по ней. Однако потом решил немножечко изменить концепцию и покопать поглубже. Так-то, по идее, у авторов было больше игр. Изначально в 2001 году вышел Астральный турнир, который стал этаким прародителем и Владыкой Спектромансера. Однако запустить его нынче это то еще приключение. А в сегодняшние дни эта серия, да, это уже, можно сказать, целая серия, представлена игрой героя Астрала, которая фритуплейная. Отчего я решил ее проигнорировать и рассмотреть вкратце и заодно сравнить, собственно, Владыка Астрала и Спектромансера. Скажу сразу, что сравнивать я буду чисто геймплейно, потому что, по сути, там, кроме геймплея-то ничего и нету. Сюжет отсутствует как класс во Владыках, например, а в Спектромансере он так чисто для галочки, просто чтобы объяснить существование компании. Презентация обоих игр также весьма скудноватая. С другой стороны, никакие финтифлюшки вас не будут отвлекать от процесса. Начать разбор стоит со снов. Если кто до сих пор не понял, мы играем картами. Дуэли один на один с соперником, компьютерным или реальным. У вашего персонажа есть показатель здоровья, маны и набора карт. Карты бывают двух видов, существа и заклинания. И чтобы карту сыграть, нужна мана. Причем стоимость карт разнится. Чем карта лучше и мощнее, тем больше маны требует. Ваша задача любыми способами обнулить здоровье соперника. С заклинаниями все просто. Платите ману, получаете эффект. Эффекты бывают разные. Есть лечение, есть урон, а есть какие-нибудь специфичные приблуды, например призыв. Благо обе игры на русском, так что можете всегда почитать, что карты делают. Вот существами уже будет поинтересней. Их призывают специальные слоты, коих 6 на каждой стороне. И те, в свою очередь, атакуют каждый ход. Если перед ними есть существо врага, то урон получает оно своей мордой. А если там никого нет, то урон идет на прямую игроку. Собственно, ваши существа по большей части будут основными способами завершения дуэли. У существ есть три показателя. Это их стоимость, урон и здоровье. Думаю, не надо пояснять, что на что влияет. А также у многих существ есть способности. А теперь вкратце про отличия. Владыки Астрала представляют два режима игры. Одиночный дуэль разных видов или турнир. В первом случае вы можете либо взять колоду карты заранее созданных или создать свою собственную. А можете уповать на великий ужасный рандом. Во втором режиме вам надо побеждать в турнирах, поднимаясь, так сказать, с низов. На начальном этапе вам дают очень жесткое ограничение на вашу колоду. Мощность карт не должна превышать определенный лимит. Со временем, по мере побед, этот лимит будут повышать, а также открывать доступ к новым картам. Карты делятся на четыре стихии. Земля, вода, огонь и ветер. Каждая стихия предоставляет какие-то свои особенности. Например, существа и заклинания огня в основном ориентированы на прямой и максимальный урон. Типа, жги всяк напал вам. А стихия земли, наоборот, направлена на лечение и накопление маны. Перемешивать стихии в колоде, конечно, вам никто не мешает. Но за использование дополнительной стихии возьмут много очков ментальной силы, которая как раз нужна для создания колоды. Так что в турнирном режиме это изначально будет проблематично. В самих боях вам выдадут изначально несколько случайных карт из того безобразия, что вы в свою колоду понапихали, и одну единицу маны. Сила маны определяет, сколько вам будут давать маны за один ход. Изначально она родная единица. Для того, чтобы увеличить прирост маны, вам надо пожертвовать своей картой. Больше одной за ход, правда, жертвовать нельзя. А вот сколько карт сыграть в один ход, это уже другой разговор. Тут вас никто не запрещает. Если мана позволяет, можете хоть всю руку сыграть. На следующем ходу вам дают энное количество очков маны, в зависимости от того, сколько у вас силы, магии, и отдают одну карту. Так вот дуэль и проходит, пока здоровье одного из игроков не упадет до нуля. Еще один момент, который я хотел бы отметить. Здесь у многих существ есть не только пассивные способности, которые действуют сами по себе, но и активируемые. Вы можете, по желанию, потратить немножечко маны на эти способности. Но больше одного раза в ход их применять нельзя. С другой стороны, вам никто не запрещает, например, несколько копий одного существа сыграть. И использовать их способности многократно таким образом. В спектромансере правила несколько другие. Начнем с режимов. Тут добавили режим компании. Он отличается тем, что вам надо создавать своего персонажа с присущим ему классом. Класс влияет на приток вашей маны, а также пятую стихию, которую вы будете использовать. Например, в своем изначальном обзоре я играл с хаосом, а для сегодняшнего видео решил попробовать доминатора. Стоит отметить, что в компании доступно лишь шесть дополнительных классов, а в мультиплеере гораздо больше. Порадовало также, что в компании дают различные задания и условия. Типа победи врага с этой картой, или попробуй отбейся от этого существа. Условия там бывают очень разные и иногда весьма занятные. Например, на поле есть двигающиеся камни, которые постоянно меняют положение существ. Как у вас, так и у соперника. Это какое-никакое разнообразие привносит. Ну и думалку включать составляет. Но на этом отличия не заканчиваются. Колоду для боя вы теперь сами составлять не можете. Вам всегда дают по четыре карты разных стихий случайным образом. Они определяются рандомом из того, что вы уже открыли по ходу кампании. Когда вы играете в одиночную дуэль, естественно никаких ограничений на это нет. Мана теперь у каждой стихии своя. Стартовая она тоже своя и накапливается также по-своему. Зависит от вашего класса. Изначально по одной единице каждой стихии заход. Но опять же, если смотреть о кампании, можно найти предметы, которые позволяют копить больше. В дуэлях этого, естественно, нет. Существа также претерпели изменения. Например, пропали активируемые вручную способности. Некоторые существа приносят дополнительную ману. Или вот, например, появились стены. Они как бы и раньше были во Владыках, но их было не так много, как здесь, как мне кажется. Я лично считаю стены вообще отдельным классом карт. Сами они не атакуют, имеют много здоровья, как правило. Многие из них иммунны к магии и имеют определенные пассивные свойства, так или иначе, мешающие сопернику. Или помогающие вам. Также, теперь можно сыграть строго одну карту за ход. А сыгранные карты не исчезают у вас из рук. Так что, при желании, можете хоть одной картой все поле закидать в балабумана. Вот такие вот, казалось бы, похожие, но такие разные игры. Лично мне больше нравится Спектромансер. Там все карты даются сразу, по большей части. Меньше эффекта от пресловутого надоедливого рандома, по крайней мере. А свой показатель манны на каждую стихию заставляет призадуматься о порядке сыгранных карт. Плюс там есть полноценная кампания с различными заданиями и разной класса на выбор. С другой стороны, жанр ведь называется коллекционная карточная игра. А вот коллекционной ее назвать как-то трудновато. Тут, в отличие от владыка, нельзя создавать свою собственную колоду и как следствие свою тактику и свой стиль игры. Пропадает большая доля гибкости и разнообразие, и как следствие творческого подхода каждого индивидуального игрока. По итогу, как по мне, обе игры получились хорошие, но с разными подходами и для разной аудитории, дающие в итоге совершенно разный опыт. Владыки, наверное, здорово зайдут именно в мультиплеере. И для игроков, которые любят составлять свои убер-колоды с большой вариативностью. И в этом плане игра отличная. Спектромансер же, как мне кажется, больше подойдет для одного игрока. Он там больше похож на головоломку в синглплеере. А в мультиплеере он превращается в такую шахматную партию, что ли, в своеобразной такой манере. У обоих игроков приблизительно одинаковые возможности. Соответственно, они могут знать, что ожидать от соперника. Это ограничивает в плане тактики разнообразие. Но это заставляет больше думать башкой непосредственно во время дуэли, а не в процессе создания колоды. Довольно занятно, как из одной идеи и концепции получились такие разные, но по-своему интересные игрушки. В принципе, я рекомендую сыграть в обе эти игры, если вас, конечно, интересует кокаин. И уже потом решить самому, что вы больше предпочитаете. А на сегодня у меня все. Пишите в комментариях, что думаете об этих играх. Рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите канал. Все ссылки найдете в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.